Доброе утро, дорогие мои! Вы на канале Приют Ангела, с вами Народный Батюшка, мира и добра вам от Пресвятой Троицы. Прислали мне ролик, где наш боец погибает от гранаты, которую сбросили с дрона, но перед тем, как она упала и взорвалась, он перекрестился. Он перекрестился левой рукой, так как правая у него, видать, уже была перебита, и просит разъяснить, потому что якобы вот обратная сторона публикует этот ролик с издевательством, что вот мы что делаем с этими, и вот как им не помогает даже Бог перекрещивается, а всё равно, как говорится, прилетело. А я скажу, что как раз и есть вот такой ролик доказательств того, что я вам всё время объясняю, что сейчас там лучшие силы, сейчас там святые. Я уже несколько раз вам объяснял при этом, YouTube после каждого объяснения останавливает мне просмотры, останавливает подписчиков и так далее и тому подобное. То есть всячески влияет на то, чтобы поменьше людей смотрело этот канал, но при этом я как был с этим мнением, можно так сказать, и год назад, и то я так и остаюсь с этим мнением. Потому что такая созрела ситуация, где нужно было тому, что до этого в стране происходило, а в стране происходили и перестройки и так далее, но главное – возрождение церкви, и происходило воспитание молодёжи. Я сам соучаствовал, я и лекции читал в Суворовском училище, ну, в общем, ладно. И вот это-то сейчас и явлено. То есть там сейчас те, кто не просто веровал до того, как вот церковь 90-е годы возродилась, и пришли туда абсолютно безграмотные люди, абсолютно ничего не знающие, их просто вера привела, им хочется. И вот когда я, прочитав Златоуста там, пытался им что-то объяснить, а они махали рукой, батюшка, да ладно, мы и так верим, то вот эти-то, вот эти-то молодые, которые созрели в этой церкви как православные, как верующие, как русские, это вот полноценные православные, и я бы так сказал, полноценные святые. Поскольку святость начинается не тогда, когда ты погиб, а святость начинается тогда, когда ты пошёл, можно так сказать, на подвиг, когда ты пошёл сделать то, что людям будет полезно. И в данном случае мы же с вами знаем, что воинская доблесть, воинская святость – это высшая святость, потому что он жизнь свою даёт, жизнь за други своя. Я вам целую серию снимал вот под этим названием «За други своя» в Севастополе, ну, в Крыму вот снимал, где я вам очень долго и подробно описывал, как вот это созревает в человеке, как в разных обстоятельствах оно проявляется, как на Сапун-гору в атаку с советской стороны шли такие же святые. Да, они были советские, да, у них звезда была на шапке, но они были святые, потому что шли за Родину, за други своя. И поэтому, когда мне показывает этот ролик, конечно, как человека, этого бойца жалко, это абсолютный герой, и я бы, конечно, очень хотел, чтобы обязательно нашли, кто это такой. Я думаю, что это известно по тем признакам формы, которые на нём есть. Значит, и, естественно, я желаю, чтобы его просветили в лике святых, поскольку мы с вами видим вот тот самый настоящий христианский подвиг, который, начиная от разбойника праведного, которого распинали вместе с Христом, где, несмотря ни на какую его жизнь, до того, как он сказал Господу, помяни меня Господи во Царстве Своем, становится святым. У нас разбойник первый, можно так сказать, святой, который оказался в Царстве Небесном. Вот этот воин безусловно святой, вот просто безусловно. Никаких у нас не может быть каких-то подозрений, что он, может, там неправильно жил или ещё что-то. Он правильно умер. Он правильно оставил эту жизнь. Жизнь, ну, в данном случае, в теле. Я абсолютно уверен, что он в Царстве Небесном живёт. И теперь для всех родственников он покровитель. И для нас он должен быть таким же покровителем и святым, как до этого мы с вами видим на иконах тысячи и тысячи святых, начиная от сорока воинов. Георгий Победоносец и так далее и тому подобное. Вот он в этом лике сейчас, в этом ряду сейчас. И мне кажется, что вот он такая квинтэссенция, то есть вот такая всех этих бойцов, которые там сейчас находятся. И я бы всех их так считал, что вот они все там сейчас такие. Кто-то действительно потеряет жизнь, кто-то вернётся живой. Но они точно так же должны быть нам прославляемы, как и предыдущих всех войн. Бойцы, которые спасли нашу Родину. Эти спасут, эти безусловно спасут нашу Родину. Это абсолютно точно. С другой стороны, я ещё раз, вот тогда уж нехорошо бы, может быть, к этому присовокуплять критику тех, кто в это же время сейчас пляшет, поёт, хохмит, развлекается. Мне кажется, это очень страшная вещь. То есть мы с вами одновременно видим, как святость проявляется, как на святое дело люди ушли, и сразу видим сатанизм, который на этих сценах, на этих экранах, на этих шоу просто... Просто я вообще не понимаю, как они это могут сейчас? Как вот эти все басковые эти... Нет, кто-то считает, что надо поднимать настроение. Конечно, я согласен, но не таким же... Не инфернальным же способом. То есть есть духовная музыка, есть творчество настоящее, хорошее, но что бы ему не проявиться? Нет, давайте вот всех этих полуголых, полуразвратных и всяких таких опять вытащим, и пусть они нам дают. Вот это два, можно так сказать, противоположных мира. Мир святых, который за родину, за близних, за други свои, и мир развлекающихся, который за деньги, за славу, за свои поместья воюет, за свои деньги убегает из России, потому что все деньги там. Вот эти два мира. И дай Бог, чтобы победил вот этот мир, этого воина. Если кто знает, как ему имя, то уж напишите здесь, я буду обязательно ему молиться, потому что для меня это теперь святой воин, который защищает нас всех от беды, которые на нас с вами надвинулась. А всем вам здоровья, радости, молитвы, осознание на какой стороне. Ведь очень просто все эти концерты прекратить, всех этих бесов, просто не ходить к ним, просто не включать эти передачи, которые у них по телевизору идут. Они сразу по рейтингам увидят, что не хочет народ этого бесовщины, которая сейчас творится на этих экранах. Вот и все. И вы тоже будете в подвиге. Будете в подвиге. Так что здоровья вам, радости, победы нам всем. Аминь.